Комфортная среда для семей с детьми. Доступна ли она в столице Хакасии? Об этом сегодня дискустировали власти, работники образовательной сферы, здравоохранения и родители на пятом форуме «Город-семья-дети». В этом году общественное мероприятие собрало небывалое количество участников – больше тысячи человек. Подробности у Марии Добрыниной. Детское благополучие – это общая забота. Главная тема, которая сегодня объединила столько людей, работающих в разных сферах. Все они нацелены на то, чтобы вырастить счастливых детей. И оказывается, уровень детского благополучия можно даже измерить. Как? Об этом рассказали родителям местные ученые. Есть такие формальные показатели – образование, здоровье, материальное обеспечение и так далее. А есть показатели, касающиеся субъективного ощущения благополучия. Это то, что касается удовлетворенности. То есть, например, вопросы. Тебе сегодняшняя жизнь нравится? Она тебе интересна? На форуме за всю его историю, пожалуй, впервые участвовало столько родителей и детей. Причем, как сделать жизнь лучше внутри семьи за ее пределами, не только говорили в ходе дискуссий, но и показывали на творческих площадках. Мы сегодня принимали участие в секции театральной мастерской, показывали свой, демонстрировали опыт фольклорного театра. У нас ребята и поют, и играют инструменты. Еще театр фольклорный сегодня показывали. Поделились со всеми желающими опытом своим. Понравилось то, что выступали с хамарохами, зазывали там, то, что говорили – приходите, посмотрите на вертеп. А сегодня мы постарались побольше привлечь родителей для обсуждения самых различных вопросов. Это и безопасность ребенка в школе и дома. Это здоровое питание ребенка в школе и дома. Это психологический насос. Детское благополучие – это общая забота. Главная тема, которая сегодня объединила столько людей, работающих в разных сферах. Все они нацелены на то, чтобы вырастить счастливых детей. И оказывается, уровень детского благополучия можно даже измерить. Как? Об этом рассказали родителям местные ученые. Есть такие формальные показатели – образование, здоровье, материальное обеспечение и так далее. А есть показатели, касающиеся вот этого субъективного ощущения благополучия. Это то, что касается удовлетворенности. То есть, например, вопросы. Тебе сегодняшняя жизнь нравится? Она тебе интересна? На форуме за всю его историю, пожалуй, впервые участвовало столько родителей и детей. Причем, как сделать жизнь лучше внутри семьи за ее пределами, не только говорили в ходе дискуссий, но и показывали на творческих площадках. Мы сегодня принимали участие в секции театральная мастерская, показывали свой, демонстрировали опыт фольклорного театра. У нас ребята и поют, и играют инструменты. Еще театр фольклорный сегодня показывали. Поделились со всеми желающими опытом своим. Понравилось то, что выступали с хомарохами, зазывали там, то, что говорили – приходите, посмотрите на вертеп. А сегодня мы постарались побольше привлечь родителей для обсуждения самых различных вопросов. Это и безопасность ребенка в школе и дома. Это здоровое питание ребенка в школе и дома. Это психологический настрой и климат в семье, в школе. Не остался незамеченным столь масштабной форуму в Министерстве просвещения страны. В этом году такое мероприятие особо значимо. Мне импонирует, конечно, та повестка, которая сегодня рассматривается. Вопросы к обсуждению на сегодняшнем мероприятии, безусловно, актуальны. Вы прекрасно знаете, что этот год объявлен в нашей стране, нашим президентом Владимир Владимировичем Путиным годом. И таковый расстаток. И это совсем не просто так. Воспитание – процесс очень важный. В нем безусловно задействована и семья, и школа. И одно без другого представить невозможно. О том, что Абакан – лучшее место в республике для развития института семьи, говорят цифры. В столицах Акасии заняла шестое место в России по объемам сдачи жилья. И это при рекордных ценах на квартиры. Строятся школы и детские сады. Ежегодно растет миграционный поток. В Абакан приезжают из районов, республики, а также из соседних регионов. Число школьников за несколько лет увеличилось на 3000 человек. Но при этом впервые за долгие годы снизилось количество дошколят. Ситуация неоднозначная. На 200 ребятишек. Что такое 200 ребятишек? Это один небольшой детский садик. Склонен предположить, что такая тенденция сохранится. И через какое-то определенное время, условно говоря, через 3-4 года, сами понимаете, эта тенденция у нас перейдет в том числе и на наши общеобразовательные учреждения. При всех достижениях в городе еще есть к чему стремиться. И не только в плане строительства социально значимых объектов, но также в сфере взаимодействия образовательных учреждений, смежных ведомств и родителей. Ведь именно от взрослых сейчас зависит, каким будет общество в недалеком будущем, которое построят их дети. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.